Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях настоящий мастер своего дела, специалист, косметолог Виолетта Пробер. Здравствуйте, Виолетта! Здравствуйте! Очень рада вас видеть сегодня в нашей студии. Вы, как всегда, очаровательны. Сразу видно, что перед нами сидит мастер. Виолетта, вот летний период – это тот самый период, когда организм и кожа нуждаются в особом уходе. Какие процедуры лучше всего делать в летнее время? Летний период, ну, я бы сказала так, что любой период, он особый для ухода за кожей лица и тела. Поэтому в летний период свои какие-то там нюансы есть. И самое главное – это активное увлажнение и питание кожи лица. И защита, безусловно, защита кожи лица защитными средствами. С чего начать утренний день? Ну, с умывания, естественно, с очищения кожи лица. Пусть это будет прохладная водичка, либо контрастная. Дополнительно можно добавить при жирной коже какие-то очищающие легкие гели. Если кожа сухая и больше склонна к шелушению, то можно больше ее увлажнить. Это могут быть в летнее время гели какие-то легкие, то есть нежирные текстуры, тоники, увлажняющие, спреи. Ну и, конечно же, защитный крем и минеральная пудра. Очень хороша. Скажите, Виолетта, можно ли в летний период делать глубокий пилинг, очищение лица, например? Глубокий пилинг, но здесь тоже много нюансов. Либо это будет какой-то скрабирующий пилинг, состоящий из каких-то мелкодисперсных взвесей. Либо это будет пилинг в условиях кабинета. Конечно же, химические, либо кислотные пилинги я сейчас не рекомендую, но и не делаю. Даже самые легкие, которые мы делаем круглый год. Потому что очень солнышко активное и очень последствия плачевные. Скажите, а вот какие еще процедуры запрещены в летнее время? Пилинг, понятно, еще. Ну, передозировка солнечная, конечно же, активно лежать, загорать на солнышке. Я не рекомендую, особенно нашего региона жителям, девочкам, девушкам, женщинам. Потому как у нас его и так переизбытки. И, естественно, когда мои клиенты едут отдыхать, я рекомендую не злоупотреблять солнышком. Ну, а в принципе, все остальное, ну что же, пожалуйста, балуйтесь. Хорошо, Виолетта, а как ультрафиолет влияет на нашу кожу? Правда, мы пройдем, например, по улице, солнышко светит, очень жарко. Кто-то зонтиком закроется, а кто-то и не закрывается вовсе. Стоит ли защищаться от него как-то? Защищаться нужно от солнышка, потому что, как я уже сказала, оно очень сейчас негативное. Как оно действует? Происходит фотостарение кожи. Есть такое понятие в косметологии, как фотостарение именно. И кожа становится истонченной, и сушеной, мелкоморщинистой, некрасивой. И буквально даже у молодой девушки это может возникнуть. Скажите, а могут ли защитить от солнца кремы антизагарные обычные? Или все-таки их нежелательно употреблять, если наносится, например, база под макияж? Стоит ли на лицо наносить такой крем? Антизагарные? Ну, скорее всего, это будет защитный крем. Его, конечно, стоит наносить. Его можно нанести как на питательный крем, так и на базу под макияж, либо какой-либо ваш уходовый компонент. Есть масла, крема, сыворотки для загара. То есть они будут минимизировать негативное воздействие солнышка. То есть вы загорите, но это будет с минимальным ущербом для кожи, тела и лица. Вот что делать, если все же загорел, и загорел так, что кожа сгорела, и появились волдыри, она облезла, и ты вновь загорел. И появляются такие пигментации, появляются веснушки. Вот что с этим делать, как бороться, можно ли их вывести? Ну, это, конечно, вообще самый ужасный вариант, который можно себе представить. Сейчас наши девушки настолько осведомлены, женщины, что, естественно, от этого они остерегаются этого и подстраховываются. Но если уж случилось такое, то, пожалуйста, обращайтесь к профессионалу, потому что самостоятельно в домашних условиях вы все это не выведете. И, естественно, профессионал вам порекомендует это скрабирование в условиях кабинета, пеленгование, соответствующее обертывание. И таким образом реанимируется ваше тело. Лицо там уже можно подключить и мезотерапевтические методы, и более серьезное что-то уже глубокой осенью, либо зимой. Хорошо, Виолетта. Вот понятно, кожа, конечно, очень нуждается в уходе в летнее время, но, наверное, не стоит забывать и о волосах, они ведь тоже страдают. Волосы, да, безусловно, это тоже ткань наша. То есть также нуждаются в питании и увлажнении. Все спреи, сыворотки увлажняющие, питательные, с кератином, с маслами, с витаминами и аминокислотами будут приемлемы для наших волос. А как часто стоит наносить вот такие сыворотки на волосы? Сыворотки рекомендуется наносить на кончики волос, либо по всей длине. Есть они подразделяются, да, есть для кончиков волос, есть для волос по всей длине. Они, как правило, наносятся после мытья волос. То есть спреи вы можете использовать в течение дня, орошать как кожу лица, так и волосы. Масла можно наносить перед мытьем и раз в день, в принципе, так же, как и сыворотку на кончики волос. Вот в последнее время очень стали модные шоколадные обертывания, шоколадное укрепление волос. Так ли действенен шоколад на самом деле, как его рекламируют? Ну, шоколад – это вообще такое божественное удовольствие, которое добывается из какао-бобов, да. И уже многие века применяются не только как лакомство, но и как уходовые процедуры за лицом, телом, за волосами. Ну, и я бы хотела вот рассказать о шоколадной продукции именно шоконад. Шоколад, она существует с 2007 года. Девиз у неё такой красивый, значит, французский шоколад с сибирскими рецептами. Там на основе шоколада именно произведённого во Франции добавляются сибирские рецептуры, этой вытяжки, экстракты из растений, трав и так далее. И создаются такие замечательные бальзамы, масла, крема, маски уходовые. И они действительно дают очень мощный антиоксидантный, омолаживающий, подтягивающий. Улучшается рельеф кожи, структура. Ну, в общем, всё, что только может пожелать женщина, это приемлемо после процедур шоколадного обёртывания. Такой чудо-компонент получается, да, волшебный. Намазал и молодая, и красивая. А в шоколаде, вообще шоколад, он самый мощный антиоксидант. То есть это то, что даёт именно регенерации, активному росту клеток молодых. И за счёт этого, ну, есть здесь немножко такой лечебно-оздоровительный эффект. Ещё плюс препятствует образованию различных опухолей. Очень хорошо при заболевании сердечно-сосудистой системы. И, как это ни странно, ну, ожирение. Скажите, Виолетта, можно ли в домашних условиях, своими усилиями сделать действенную шоколадную маску? Вы можете, да, вы можете сделать, применив очень хорошего качества шоколад, горький шоколад. Но я бы не советовала наносить такую маску на лицо. Потому что здесь очень тонкие такие новейшие технологии, которые позволяют выполнять именно совмещение шоколада с какими-то там вытяжками, маслами и так далее. И не дать негативно воздействовать шоколаду горькому, например, на кожу. Поэтому, ну, для тела, в принципе, можно что-то там сообразить. Хорошо. Виолетта, сегодня столько всего красивого, интересного и очень вкусно пахнет. Всякой разной продукции вы принесли к нам в студию. Хотелось бы, чтобы вы немного о ней рассказали. Что это? Это новинки косметологии? Ну, я бы не сказала, что прям новинки. Но кое-что здесь действительно достаточно новое. В частности, вот шоколадная косметика и линейка золотое обертывание шоколад, которая содержит золото. Самые настоящие частички золота, да? Я сейчас раскрою один маленький секрет. Золото не в том понимании, которое золото добывается на рудниках, а золото – это растительное происхождение. Оно добывается определенной технологией и выглядит оно как биогель такой, в виде геля. Добавляется в крема, в масочки и улучшает проникновение всех ингредиентов. За счет этого усиливает эффект от всех ингредиентов. И таким образом является мощным омолаживающим свойством, средством. И вот здесь представлена линейка из этой серии. Ну, золотые частички – это, так сказать, маркетинговый ход, конечно. Это очень красиво, это очень приятно. И когда наносишь на такое масло на тело, оно дает такой легкий мерцающий эффект. Но и маска, и скраб, они также, помимо чисто эстетического вида, очень мощно дают увлажнение, питание и омоложение кожи. А вот на соседнем столе у нас очень много продукции? Да, действительно, я хотела бы еще скользко коснуться, что есть у нас продукция очень много шоколадной, помимо шоконата. И очень неплохая саванри, шоколадная продукция, которая может применяться в домашних условиях. То есть не нужно ничего придумывать. Пожалуйста, приобретайте себе и пользуйтесь на здоровье. Замечательный аромат, шикарный, поднимает настроение, также оказывает мощный омолаживающий эффект, антицеллюлитный эффект в условиях домашних. Виолетта, хорошо. Что бы Вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотела пожелать нашим телезрителям быть всегда жизнерадостными, бодрыми, несмотря ни на какие погодные условия. Будьте счастливы и здоровы. Виолетта, огромное спасибо, что Вы пришли к нам в гости. Спасибо за такую интересную и познавательную беседу. У меня для Вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета Рабат. Читайте и выписывайтесь с удовольствием. Оставайтесь всегда такой же красивой. Удачи Вам, всего самого наилучшего. Спасибо.